Для чего я вообще все это вам рассказываю? Потому что вы сейчас будете строить свои ментальные карты. Ментальные карты курса Правда, НЛП. Все, что вы знаете, помните. Я не прошу вас перечислять техники, например. Я горя, быстрое лечение в хорби, какая-то социация. Не надо это все перечислять. Нарисуйте, пожалуйста, у вас будет командная игра. Нарисуйте, пожалуйста, именно структуру. Как вы все представляете, что для чего необходимо? Как вот эта вся огромная система взаимодействует в вас? Я понятно надеюсь? Вот так да. Вот так нет. Так, я вижу, что это редкие кипки. Можно более детально встать? Что значит каждый из нас? Может, командную будем работать? Да, вы будете работать командно. Причем, давайте будем избегать таких ситуаций, когда один лидер захватывает всех ламастеры, ватмены и питает. А все остальные стоят или своим чем-то занимаются. Потому что все равно же не пройдет всех ватмены. Ну, зачем? Давайте сделаем это действительно коллективным творчеством. Пусть каждый поучаствует. Нету правильных или неправильных метальных карт. Все они, так или иначе, отражают процесс мышления. Более того, вы заметите, возможно, будет такое, что когда вы нарисуете, у вас, который потом будет презентовать свой проект, тот из команды представитель, вдруг окажется, что, блин, а вот здесь еще можно было вот так нарисовать, а вот здесь вот так. И вот это связано с этим. В ментальных картах есть еще такая фишка, можно рисовать разные взаимосвязи. Даже не то, что можно, а их нужно показывать. Как, что, с чем связано. Ну, то есть я вам такой очень простой пример, мистры. Хотела нарисовать красиво, получилось просто я. Ну, я думаю, что достаточно. То есть, ну, в принципе, ну, как я поняла, мы рисуем определенные какие-то ситуации. Вот вы, сначала, от команды, как будет время для обсуждения, что конкретно вы хотите нарисовать. У меня призыв только один. Это должно быть все, что, как вы понимаете, как работает сама система. Ну, какие, что для чего нужно, где это помогает, возможно. Что для чего, ну, для работы с чем, с какими классами проблем, возможно. Понятно? Угу. Хорошо. Есть еще несколько таких, я коротко скажу, о принципе, о построении. То есть, вот здесь у меня, видите, центральный образ вынесен в Бог. Вообще-то он должен быть в центре, и от него идет иерархичность какая-то. Писать можно по одному слову. Здесь можно писать, например, что я тут написала, я тут написала тэк-стэк. Да, мы можем... Да, что ж, что ж, что ж, что ж, что ж, что ж. Ну да, тут мы пишем текст. Да? И рисуем какую-то ассоциативную картинку. Можно использовать любые символы, которые вам будут доступны. В чем прелесть вообще этого? Это то, что вы посмотрели, отвернулись, и можете воспроизвести у себя в голове эту картинку. И сейчас рассказать практически неизвестно на эту карту, что там нарисовано. Понимаете? Вот фактически этого мы и будем добиваться. Задание понятно? Yes. Yes. Тогда давайте три команды. Вас много. Разделитесь как-то. Два команды есть. И у вас есть. Как все вы вас помните сами. Спасибо. 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 Пока. Спасибо. Продолжение следует...